Жильцы дома на Сигетской 4 позвонили на горячую линию Одессы под контролем, устав ждать помощи от коммунальщиков. В 2004 году подвал их дома отдали в частные руки. Новые владельцы, недолго думая, организовали в подвале жилого дома сауну, выкопали бассейн и перестроили все помещение. При этом коммуникации в подвале остались. Из-за судебных исков подземная сауна так и не открылась, а подвал забросили. Неудивительно, что там поселились бомжи. Более того, непродуманная реконструкция стала причиной неправильной работы канализации. Мы, во-первых, чувствуем запах, особенно летом. Во-вторых, комары нас загрызают. Это во-вторых. А в-третьих, просто на мусорной свалке, на, извините, фекалиях жить как-то не очень приятно. Сколько раз мы обращались во все инстанции, и в Приморскую райадминистрацию, и в ЖЭК. Все оставалось без ответа. Вот уже много лет обращения в ЖКС Фонтанский ничего не дают. Жильцам твердят, что подвал находится в частной собственности, и любые действия в нем невозможны. При этом на официальный запрос коммунальщики ответили, что подвал уже очищен. Получили ответ от Приморской райадминистрации, где написано, что сообщаем, что затопление подвального помещения произошло в результате подпора городской канализационной системы. В настоящее время подвальное помещение очищено, в течение 10 дней оно будет продезинфицировано. В помещении подвала никто не проживает. Никто пришел, не продезинфицировал, и никто из жильцов не видел, чтобы кто-то приходил, и чтобы здесь именно очищался подвал. С прошлого лета во дворе красуется вырытая рабочими яма. Вот и все, что сделали сотрудники коммунального сервиса для жильцов этого дома. Пусть костуси, те, кто пастушок, пусть живут в этой парадной, или их родственники. Люди не могут выйти. Посмотрите, год, 29 апреля будет год, как нельзя засыпать эту яму. Это нормально, вы считаете? Чтобы выяснить, как долго еще целому дому дышать нечистотами и страдать от отвратительного запаха, Светлана Григорьевна и Лидия Андреевна отправились в сопровождении специального корреспондента «Одессы под контролем» к начальнику участка номер 5 КП ЖКС «Фонтанский» Виктору Киссе. Виктор Федорович тоже сперва заговорил о городской канализации и частных собственниках подвала. Когда люки становятся на подпор, естественно, вода у них... У нас не было. Подождите, две секундочки, я скажу, потом он вам скажет. Люки становятся на подпор, у них герметизации нет, и они посаживаются через землю в подвал. Впрочем, в итоге чиновник признал, что в данный момент городская канализация на Сегетской не забита. Откачивать воду из подвала – прямая обязанность его подчиненных. Откачать воду? Да, то есть в подвале стоит вода. Это мою откачивать воду. Очень давно стоит вода, я так понимаю. Давно ведь стоит вода? Да, она стоит, по-моему, с прошлого года. Зайдите в гор канализации, спросите, когда они заделают свои люки, хорошо? А я займусь своим подвалом и выщу его. Вот, так скажите, когда вы займетесь подвалом? Завтра откачаем, вы завтра можете прийти и посмотреть, я откачаю. Все, яму засыпят завтра. Завтра их засыпят. Я вам говорю лично, я вам говорю, что завтра засыпят. Жильцы дома поверили начальнику участка и его обещаниям. Одесса под контролем проследит, как они будут воплощены в реальность. С просьбой о помощи на горячую линию Одесса под контролем позвонила возмущенная одесситка Вера Кушнир. Она живет в доме 19 по улице Конной. Вера Николаевна утверждает, что ЖК «Спартофранковский» не предоставляет им коммунальные услуги вот уже много лет. Не проводятся ремонты, а парадная и придомовая территория не убирается. Вот посмотрите, в каком состоянии наш дом. Вот то, что делают люди за свой счет, за свои деньги, это видно. А вот то, что они не делают. Переписка с властями увенчалась относительным успехом. Вице-мэр Анатолий Орловский признал, что услуги не оказываются. Однако после проверки и пересчета жители дома оказались еще и должны несколько тысяч гривен. Нам был дан ответ о том, что нам в феврале 2013 года будет перерасчет за 2012 год. Значит, у нас, я вам покажу, эти бумаги есть, но никакого перерасчета нам не делается. Поэтому мы просим помощи у вас, пора уже этого всего прекратить. Вот эту преступную деятельность, пора поставить точку. Вместе с Верой Николаевной наш спецкорреспондент отправился на прием к начальнику 10-го участка ЖКС Партофранковский Любови Шелковой. Пересчитать за три года и прекратить начисление, потому что вы уже не оказываете. Ну, это вы можете доказать в суде, судиться с ЖКС, понимаете? А мне вот это приходить, рассказывать, что я то делаю, я не то делаю. После долгих дискуссий чиновник предложила подождать ответа на очередное возмущенное письмо. Там даже вам на тот ответ, который вы должны получить на свой адрес, там даже предоставлялись документы на основании... Ничего не предоставлялось? Ну, тогда придет ответ, когда будем с вами беседовать, когда у вас будут документы. Одесса под контролем остается на связи и будет следить за ходом событий. Субтитры создавал DimaTorzok